Металл, получаемый в литейном цеху, пусть и не такой ценный, как золото, но не менее важный. Именно здесь из бесформенной стали рождаются детали для ремонта золотодобывающего оборудования. От этого процесса зависит многое. Благодаря работе механических мастерских, даже несмотря на отсутствие нормальной дороги, связывающей район с краевым центром, запчасти поступают на производство без лишних задержек. На сегодняшний день СРММ – это полномасштабное производство, которое уже пришло в стадию отдельных готовых переделов, таких как литейное производство, которое пришло уже к марочной стали вдоль того, что выполняем плавки, всякие режущие элементы на заграничную технику, такие как этапиллер, камацу. На тяжелые, опять же, изготавливаем режущие всевозможные детали. Полноценный механический цех механической обработки и изготовления деталей. Слияние двух крупнейших золотодобывающих предприятий, соврудник и призг Дражный, привело к увеличению производственных объемов центральных мастерских, что, в свою очередь, потребовало новых финансовых вложений. Чтобы повысить качество выплавляемой стали, в литейном цеху оборудовали свою лабораторию. Теперь у каждой изготовленной здесь детали есть своя гарантия. Вот благодаря химсоставу теперь у нас есть гарантия. То есть мы можем четко отследить, доказать, что мы получили, по какому химсоставу. И то, что требует от нас, мы то и делаем. Казалось бы, женщина в горячем цеху места нет. Однако Ирина Белякова это утверждение полностью опровергает. Удивительно видеть, как она довольно ловко управляется с краном. На Ирине лежит немалая ответственность. Ведь внизу тонна раскаленного металла и люди. На производство Ирина попала случайно, но ни разу, уже на протяжении 15 лет, не пожалела о своем решении. Если честно, нужда заставила. Просто в то время у меня сын захотел идти в армию, а я с двумя детьми осталась одна, с маленькими. Надо было где-то работать. Пошивочную закрыли, где я работала. 20 лет отработала, 21 год. Ну и пошла, куда взяли. Взяли на кран, на Дерек и сюда. Людей, истинно преданных своей работе, в тейских мастерских немало. Есть среди них семейная династия, ветераны труда и золотодобычи, немало молодых специалистов. Расширяется штат, появилось дополнительно 40 рабочих мест. Восстановлены все цеха и оборудование. А значит, центральные ремонтно-механические мастерские и дальше будут успешно справляться с поставленными перед ними задачами. Ольга Вигант, Александр Еськин, Артем Позняков, Северонесельская информационная служба.